Ситуация с коронавирусом 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 касаемо беспилотных летательных аппаратов, увеличения площади, что тоже будет поддержано нашей фракцией в ходе нынешнего пленарного заседания. Что касается наших законов, которые внесла партия КПРФ, и фракция КПРФ их будет сегодня, я надеюсь, защищать, это закон о знамени Победы, точнее о внесении изменения закона о знамени Победы, который позволит размещать копию знамени Победы не только в День Победы, но и в иные дни воинской славы, и использовать красное полотнище, ставшее символом нашей страны и ставшее символом Великой Победы, в качестве государственного флага наряду с традиционным государственным флагом. Следующий законопроект, который был внесен Олегом Николаевичем Смолиным, от нашей фракции, это законопроект, который вводит мораторий на повышение пенсионного образца до 2030 года. Я напомню, что этот законопроект вносился еще до пенсионной реформы, только сейчас дошел, что называется, до рассмотрения его в первом чтении, однако мы считаем его весьма важным, поскольку на сегодня непонятна судьба пенсионной реформы и некоторые аналитики, в том числе связанные с правительством Российской Федерации, настаивают на том, что повышение пенсионного возраста, произошедшее в прошлом году, это не окончательный вариант, что в силу экономических причин, в силу постарения населения нам придется еще раз увеличивать пенсионный возраст и приближаться к тем цифрам, которые сегодня якобы характерны для ведущих стран Запада. Мы еще раз напомним, что сегодня величина пенсионного возраста перестала быть экономическим драйвером или каким-то показателем, влияющим в условиях современной экономики на благосостояние, либо на экономический рост. Более того, многие ведущие экономики мира сегодня говорят о необходимости снижения пенсионного возраста, и эти шаги делает, например, та же Китайская Народная Республика, поскольку увеличение пенсионного возраста, это показал опыт реализации этого закона уже практически полуторалетий на территории Российской Федерации, выявил только негативные тенденции. Нагрузка на федеральный бюджет не уменьшилась, количество людей, которые выбрасываются фактически на рынок труда, увеличилось, и те 400 тысяч позапрошлом году и 800 тысяч, которые по итогам нынешнего года останутся без пенсии, это те люди, которые по большому счету займут места той молодежи, которая не сможет найти своего первого рабочего места или второго рабочего места. Безусловно, это отразится на экономических показателях, безусловно, это отразится на безработице и, скажем так, на всей жизни, в том числе и социальной Российской Федерации. Государственная Дума окончательно третьем чтении принимает законопроект о вольерной охоте. На сегодняшний день тысячи людей, защитников животного мира, протестуют против этого закона. Наша фракция, Коммунистическая партия Российской Федерации, будет голосовать против этого закона, потому что мы считаем, что закон совершенно безнравственный. Рассматривали разного рода поправки, которые бы смягчили этот законопроект, но концепция его осталась прежней. В чем эта концепция заключается? В том, что будет разрешено охотиться на тех животных, которые выращены в полувольных условиях. То есть тех животных, которых человек прикормил, которые доверяют человеку, которые не боятся человека. И теперь на этих животных будет организована охота. Я бы сказала, что это не охота. Это просто настоящий отстрел. Или убийство животных. Поэтому мы не будем голосовать, мы будем голосовать категорически против. Какая площадь вот этих вольеров, где будут выращиваться эти животные? Сначала была площадь 50 гектаров, ну то есть совсем небольшая территория. Затем теперь, значит, изменили эту норму, и теперь эта норма будет определяться Минприродой, а отвечать за все будет регион. Так как вот эта полномочия охоты относится именно к ведению регионов. Но ситуация от этого не меняется, потому что на небольшой территории у животных просто не будет возможности убежать, спрятаться, скрыться. Это один момент. Второй момент. Это стоит очень дорого. За это надо платить. Поэтому те люди, которые зарабатывают десятки, сотни тысяч рублей в день, для них это новое развлечение. Безнравственное развлечение. Но это им нужно где-то адреналин, так сказать, выбросить, потому что им денег достаточно для того, чтобы съездить на Канары, на Мальдивы, но это уже для них настолько пройденный этап, что никак не могут пощекотать их нервы. Теперь нервы они будут щекотать вот на такой вольерной охоте. Да ладно, пусть бы они отправились в дикие леса и пошли бы с ружьем по этим лесам и поискали бы этих животных. Нет. Для них этих животных просто будут подгонять. Где здесь, покажите в этом законе, хоть капля нравственности, человечности и порядочности? Нет в этом законе этого. Я не могу, говоря о защите животных, не могу остановиться на еще одной проблеме, которая возникла на сегодняшний день в Крыму. Это ситуация вокруг сафари-парка Львов-Тайган и Ялтинского зоопарка. Я лично была в этих зоопарках. Мне очень понравилась организация работы этих зоопарков. Но сегодня, к сожалению, бюрократические проблемы не позволяют этим паркам работать. На сегодняшний день они закрыты. А сам владелец парка входит под уголовными, административными и прочими-прочими статьями. Я вам могу только сказать, что за 4 последних года он побывал на более чем 500 судах. Иски судебные к нему предъявляются по самым разным мотивам. Особенно большое количество исков предъявляют ветеринары. А звери ухоженные и звери накормленные. То есть там, собственно, условия. И то, что у них такой вот вольер, когда можно посмотреть на этих животных, на львов сверху, это очень интересно наблюдать за их жизнью. И люди им не мешают. То есть абсолютно хорошо устроенная вот такая вот ситуация там в этом парке. Для животных и для, в том числе, для людей, которые приходят посмотреть на этих животных. Но, к сожалению, сегодня этот парк не работает. Поэтому вот буквально завтра, буквально сегодня в 14 часов состоится заседание Верховного Суда Крыма, который будет изменять меру пресечения владельца этого зоопарка. Потому что сегодня он на два месяца закрыт в СИЗО и, так скажем, за неуважение суду. Ну, там какие-то есть вот такие причины. Но я считаю, что такое количество бюрократических припонов – это неспроста. Неспроста. И, естественно, у меня возникало подозрение, что это чистейшей воды будущий рейдерский захват. Но, к чести администрации Крыма, у меня вот здесь есть ответ от администрации Крыма. Значит, и здесь прописано, что вместе с Минэкономразвития Российской Федерации, с крымскими властями, владелец присутствовал на этом совещании этого парка Тайган, принята так называемая дорожная карта, где все претензии, которые предъявляются парку Тайган, рассмотрены. И по каждой этой претензии намечен план действий. Я рада, что крымская власть поможет владельцу этого уникального, прекрасного зоопарка все-таки привести свою деятельность в нормы российского законодательства.